Депутат Зубрилин, пожалуйста. Уважаемые товарищи, тема специфическая. Тут можно свалиться в борьбу за трезвость и можно свалиться в общую доступность. Поэтому тут нужен определенный баланс. Если сегодня мы выйдем к людям и спросим, хотят ли они иметь в своем доме на первом этаже магазин по продаже винно-водочных изделий. Я вас уверяю, ни один дом в Москве и в России на это никогда не согласится. Есть примеры, когда наказывается собственник магазина за торговлю водкой в ночное время. Местные органы власти вместе с контролирующими структурами закрывают этот магазин. Что делает бизнесмен? На какое-то время он прекращает эту торговлю, меняет название общества с ограниченной ответственностью, получает новую лицензию и все начинается сначала в этом же помещении. Поэтому другого метода, как ограничить возможности недобросовестных бизнесменов от винно-водочного бизнеса, другой возможности не имеется. Жители сами должны распоряжаться своим общедомовым имуществом. Подростки от 18 до 23 лет, это уже юноши, зрелые юноши, ответили, что 69% из них потребляют винно-водочные изделия. И 52% из них покупают винно-водочные изделия и впервые попробовали пиво или вино или водку по рекламе, под воздействием телевизионной или печатной рекламы. 52%. А мы сегодня говорим, еще нужно бороться с распространением наркомании среди детей и подростков. Так вот алкоголизм это начальная фаза, а потом уже дети переходят и подростки от алкоголизма к потреблению различных наркотических средств. Так что мы сегодня с вами разговариваем не только о магазинах и о прибылях недобросовестного бизнеса. Мы сегодня разговариваем о здоровье детей, о будущем поколении, о наркомании среди детей и подростков, о правоохранительной практике. Так что вопрос не просто в торговле. Поэтому я поддержу этот законопроект и призываю других тоже это сделать. Спасибо.